привет друзья меня зовут алекс и мы продолжаем изучать мир привет шарлотты эпизод 1 и мы находимся в каком-то районе домов резни мы с вами открыли сейчас мы с вами посмотрим еще какие двери открываются потому что прошлой серии мы с вами пароль подобрали может она просто спит надо она точно просто спит он дом резни вот без окон там нас убивали поэтому мы сейчас просто что здесь написано 3 а все понятно здесь мы с вами цифру брали там он трупик лежит поэтому мы сейчас просто все дома прошвырнемся прошмыгнем опаньки это что-то типа душа вылетает и сверху какой-то череп что ли я не могу понять что-то странное здесь тоже сохраняшка есть ладно пока не пойдем туда пока туда не пойдем и здесь ножи насладитесь каникулами железно ножовка всегда там где нужно больше всего идет с двумя лезвиями круто мы не будем брать это почему оружие бы пригодилось не тогда когда ты не знаешь как им пользоваться дети в наши дни ну в этом весь смысл у меня самые худшие оценки на физкультуре и нос я не могу сам с собой разговаривать это типа школа что ли способы обнаружить одержим ли ваш сосед богом первое застрелите вы посмотреть что произойдет ёптить это конечно жопа ничего проверяли соседей своих нет сюда мы уже не пойдем почему я не могу шарлотте дать ножовку а ребят ну чё за чушь я бы дал ну я бы серьезно я бы дал ей ножовку и потом не знаю там по шее бы надавалась по ножовкой чего-нибудь себе стала бы отпиливать вовремя главное успеть поймать чтоб она не успела до конца все чуть отпилить она это мы мы это она логично я с этим согласен не до конца понял я что имелось ввиду но я с этим согласен если речь шла о мироздании то да мы это мироздание мироздание это мы соответственно как бы здесь ничего против я даже сказать не могу здесь нас автоматически убивают это что дом резни 6 там нас буду а почему там сохранял кобыла кто мне скажет ладно сохранимся здесь мы дверь с вами открыли а дверь следующем здании интересно можно там как-нибудь пробежать давайте попробуем пробежать перейдем в конечную дверь зайдем ну как конечно а кому успели выбежать но они реально нас пытаются убить причем там был тот чел который приходил и говорил ты умрешь может быть он нам угрожал мы выжили мы выжили ребята мы зашли они спохватились жопу рванули подорвали так сказать но ничего не смогли сделать то что мы с вами все-таки ловкие у нас ловкость прокачиваем столько игр прошли что у нас здесь получена маска последователя получи одну бесплатно уже сегодня маска палача добавьте стиля нить слова казнить абсолютно точно должна быть у всех леди и джентльменов как я выгляжу довольно мерзко теперь мы можем туда заходить мыть по складах сломали ребята теперь мы палачи это палачи пришли всех пифей убили а и блин зачем я сюда пошел ну елки-палки шарлотта что что мне не скажешь то что здесь мы уже были здесь ничего не возьмешь погнали сохранимся атмосфера конечно такая музыка прям на эмбиент адовый вот они они гниющий труп они короче пришли и всех пифей поубивали гниющий труп отрежьте боль пилой для ампутации сделан из высококачественной стали кто сказал что лучшие друзья девушки это бриллианты но действительно сет дай дай шарлотте пилу взять а а а а а мы сейчас за мертва первый раз на белую землю мы ступаем после красной 83 75 29 83 75 29 как-то запомнить ты вы запишите да скажете ну ладно попробую запомнить получена записка а мы сюда можем пойти или куда мы можем пойти а а мы никуда не можем пойти а куда нам теперь с этой запиской идти куда нам теперь с этой запиской идти видите пароль а 83 75 75 20 ни хера вот это я гений вообще просто мнемоник шикарно работает 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 техники мнемонические шикарно ребят давайте-ка мы здесь сохранимся меня чуть не разорвало от гордости сейчас да 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 я вялова я вялова с первого раза ни разу не ошибившись не ошибясь комнаты с телевизором а здесь будет выход скорее всего здесь мы можем с вами посмотреть картины войти в страшную дверь здесь мы можем с вами еще раз сохранить ну наверное мы сейчас здесь сохранимся и пойдем по порядку думаю что слышал что-то за дверью надеюсь это не палачи прямо сейчас мы палачи помнишь открыть дверь да господи может она просто спит еще один покойник она не просто спит шарлота но для тебя пусть она просто спит одно из расчлененных тел шевельнулась она все еще жива ну ну здравствуйте дорогие палачи вы такие крошечные но именно вы пришли покончить с нашим последним дитя какая ирония вперед взмахните своим лезвием не заставляйте нас больше ждать мне очень жаль но мы не будем вредить вам в любом случае не будете как так ну для начала мы не из вашего вида мы снимаем наши маски девушка протягивает слабую руку к моему лицу только два глаза ты просто путешественница эм я что-то упускаю тише мы говорим с настоящим оракулом создателем всего сущего в этой вселенной это тело просто умирающий сосуд и это честь встретить вас по-видимому ты хороший ребенок надеемся что когда-нибудь познакомимся с твоими родителями к девушка кашляет кровью вам нужно покинуть эти земли как так как у нас осталось не так много времени что насчет той девочки ее больше спасти нельзя но мы мы хотим остаться с нашими детьми до самого конца но тут только трупы мы должны уходить шарлотта верно мы встретимся снова ищи и обрещешь и обрящ 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 ищи и обрящ дурни маску оденьте записка мыл мать твою чего задание убить себя идите в жопу я не для того присматривал за шарлотты и за всеми остальными чтобы чтобы ее убивать пипец сейчас нас здесь встретят куча этих наркоманов сохранимся на ладно раз мы тут уже на шестерке начали давай на пятерку борись за равенство вот он оракул так вот как они здесь изображают оракула она прекрасна скажу тебе в порядке информации у оракула нет физической формы и пола так что изображена здесь не более чем юная жрица пифия да красиво когда не можете уснуть не заводите овец заводите свою бензопилу ха-ха-ха-ха это точно покупайте наши пневматические пистолеты для незабываемого веселого опыта от вайсмана пушки веселые пирушки прикольно приключения для всей семьи охота на богов комната с телевизором то есть это видимо конец рождественское утро вы будете счастливее с дробовиком ну скорее всего да каждый рожден быть палачом не знаю наверное станьте палачом уже сегодня запишитесь на охоту на богов позвонив нам чувствуете себя подавленным ваша жизнь разрушена вы не сделали ничего плохого получите свою месть присоединившись к охоте на богов уже сегодня да в принципе если начнем охотиться на богов неужели жизнь наладится странно а вдруг но я бы не советовал экспериментировать с такими вещами хе-хе-хе вдруг будет хуже а в жизни сохранялок нет здесь мы были уже комната с телевизором значит следующая дверь м-м-да очень атмосферно все оооо я думал мы домой вернули ооо почему то у меня такое чувство что это будет последний канал который мы посетим ну возможно это не так далеко от правды ну тогда пойдем у меня такое чувство будто я должен извиниться за что? за многое за то что убежал подвергнул тебя опасности заставил прийти тебя сюда я нашел что искал но я совсем не чувствую никакого удовлетворения у меня не было ни малейшей идеи о том что здесь случилось и все еще нет я думал что дядя признает мои достижения если я напишу статью про Оракулов феноменальное вечное существо но от этого Оракула и его вселенной пахнет смертью я опоздал на 20 миллиардов лет ты должно быть думаешь что это путешествие было бессмысленно можешь свободно посмеяться надо мной hay «Эх, да обними ты его, елки-палки!» «Эх, все хорошо, пожалуйста, перестань винить себя. Разве в нашей жизни не все довольно бессмысленно? Мы такие крошечные, не так ли, как черви и личинки? Тем не менее, мы рассматриваем себя как нечто важное и делаем все, чтобы извлечь для себя пользу. Разве это не смешно? Кроме того, мне нравится путешествовать с тобой. Для меня это как гулять с другом. Бссс! Что с этим псевдоинтеллектуальным монологом? Не пытайся выглядеть умнее, чем есть человеческая личинка. Разве мы уже не друзья? И если уж ты так говоришь... Ну так чего мы ждем? Пойдем. Браво, браво! А? Заходите, заходите, дорогие гости. Мы ждали вас. Теперь мы наконец-то можем поговорить. Но тогда вам понравилось шоу? Или оно было не в вашем вкусе? Шоу? Ну конечно, все миры, которые вы посетили, раньше существовало бесконечное число каналов, вы знаете? Теперь они стали просто записями о их былой славе. А? Могу вас спросить, что случилось с этим миром? Много, много вещей. Давным-давно нас называли богом. Хотя мы никогда им не были. Наши собственные дети подняли на нас нож. Раньше у нас были тысячи рук, но они отрезали их все, и теперь мы бессильны. Раньше мы наблюдали за миром при помощи миллиарда наших глаз. Но они выкололи каждый из них, и теперь мы слепы. Раньше мы проходили через препятствия и границы через миры, что создавали. Но мы не можем больше сделать ни единого шага, так как наши ноги забрали. Наши творения, которых мы горячо любили, независимо от их поступков, уничтожили сами себя, и теперь мы одни. Но мы простили их за этот грех, и мы прощаем тебя. А? Видишь, вселенная, которую мы создали, умирает. Ничего больше нет. Все, что мы можем делать, это предаться воспоминаниям о прошлом. Неважно, насколько они искажены. Скоро мы распадемся на части. Так же распадется эта земля и то, что на ней. Это было бы проблематично. Нам абсолютно необходимо вернуться к завтрашнему утру. Ну, есть способ, человеческое дитя. Хочешь попробовать? Конечно. Ошибка ввода. Что мне делать? Положи свои руки на экран, хорошо? Ты уверена насчет этого? Ну, другого способа нет, чтобы мы могли уйти. Разве ты не слушал Оракула? Ты бы меня в любом случае не послушалась, не так ли? Даже, хоть я и не хочу причинять проблемы другим, в конце концов, я довольно проблемный человек, верно? Я кладу руки на экран. Оракул? Нет, Бог этого мира положил о своей ладони напротив моих по другую сторону экрана. Я только смутно могу вспомнить, что случилось дальше. Я приняла Бога в мое сердце, и мы пошли домой, рука об руку. Все, чем была я, стало ей, и все, чем была она, стало частью меня. Вместе мы стали... Вместе мы сказали, спокойной ночи, умирающему миру. Вся жизнь, планеты, звезды, черные дыры, даже атомы перестали существовать. Один за одним каналы стали выключаться. Ааа, он из экранов кровь сечет. С ума сойти. То есть вот именно так, видимо. Оракула использовала мое тело как сосуд и всю оставшуюся у нее силу, чтобы отправить нас домой. Благодаря этому мы смогли добраться до дома в целости и сохранности. Пока мы отсутствовали, ни секунды не прошло в нашем мире. Это была удивительная история, моя дорогая. Лично встретить Оракула, даже умирающего, что за огромную удачу тебе привалило? Ну, кто мог знать. Ты всегда должен носить эту жуткую маску, когда встречаешься со мной. Я в любом случае знаю, что ты используешь тело отца как контейнер, чтобы говорить со мной. Легко сказать, дорогая. Я думал, что это опрометчиво с моей стороны говорить с тобой, используя кого-то, кого ты знаешь как сосуд и... Но если ты настаиваешь... Человек-зонтик снимает свою маску. О! То есть это, получается, отец Шарлотты? Теперь лучше? Да, намного лучше. Вот твой глаз такой красивый цвет. Скажи, мистер-человек-зонтик. М? Ты, по-видимому, знаешь человека, которого я встретила в мире телевизора? Почему ты так уверена, что там вообще кто-то был? Ну, это потому, что... Я совершила невообразимый грех, но я только смутно могу вспомнить это, как будто смотрела со стороны. Твоя наивность никогда не перестает развлекать меня. Конечно, нам пришлось изменить твой исходный код вскоре после того, как ты вернулась. Я же не могу сказать и правду, верно? Ты говоришь, как будто мы в видеоигре. Большинство слов сокодированы, моя дорогая. Ну, как скажешь. Но почему вы это сделали? Те воспоминания были не нужны. Вспомни, мы же не хотим, чтобы ты завалила свою программу обучения. Уже все достаточно запуталось, как Оракул стал частью тебя. Уверен, мистер Сетт очень расстроится, если вы двое будете ходить повсюду, вызывая хаос, когда он не смотрит. Мы оба знаем, что это не так, сэр. Кстати, я порядком удивлен, что ты смогла вместить богоподобную бессмертную сущность без уничтожения всех твоих систем жизнеобеспечения. Возможно, она была слишком слаба, чтобы нанести существенный урон моему телу? Хм, что с ним стало теперь? Она все еще спит. Хотелось бы мне, чтобы мы поговорили побольше. Даже после того, как я увидела ее воспоминания, я многого о ней не знаю. Оракулы, они же... Что же они такое, правда? Их можно сравнить со звездами. Достигая конца своих жизней, они постепенно теряют всю их силу и становятся инфантильными белыми карликами. Подумай сама, смог бы бог создать новую жизнь с нуля, если бы заботился о таких незначительных существах, как вы? Разве ты не говоришь сейчас прямо со мной? А, неплохо. Ну, разве не здорово, что ты... А, ну, разве не здорово, что ты встретила нового друга? Теперь прими свои таблетки и иди спать. Ты же не хочешь заснуть на уроках? Хотя, они только отсрочат твой статус безработный. Спасибо, что нашел время посидеть со мной. Спокойной ночи, мистер Человек-Зонтик. Спокойной ночи, маленькая Шарлотта. Получены таблетки. Обалдеть. А это кто, зонтик? Приятных снов. Сначала нужно принять таблетки. А, стоп, у меня в инвентаре таблетки, значит. Абилифай. Абилифай. Офигеть. Приняты таблетки. Зачем ребенка таблетками пичкать? Твою мать. А что это? Дверь заперта. Подожди. А что стало-то с ней? Это совсем другой дом. Это совершенно другой дом. Это... Дорогая Шарлотта, буду дома поздно. Позвони на... Так. Чтобы заказать еду у отбросов. Хо-хо, мама. Офигеть. Подожди, еду у отбросов заказать? Стоп. Не совсем понял. Не совсем понял. Подожди, а на улицу выйти можно? Я слишком сонная, чтобы гулять. Давай спать, сет. Дверь в подвал. Дверь на первый этаж. Дом полностью изменился. Может быть, это сон? Может быть, Шарлотта приняла... Бляха, плюшевые медведи. Может быть, Шарлотта... И кот нормальный стал. Может быть, Шарлотта приняла... Таблетки... Во сне, чтобы вернуться в реальность. Привет, личин кот. Мяу. Он не личин, кот. Плюшевый медведь. Привет. Взять игрушку. Я возьму игрушку с собой. Конечно. Спать? Да. Интересно, увижу ли я космическую рыбу в моих снах? Спокойной ночи, Шарлотта. Э? Я обнимаю моего игрушечного кролика. Спокойной ночи, Феликс. Спокойной ночи, Человек-Зонтик и Оракул. Спокойной ночи, Ангел-Хранитель, который наблюдает за мной. Привет, Шарлотта. Эпизод 1. Вредная еда, боги и плюшевые мишки. Конец. Спасибо за игру. Надеюсь, вам также понравилось играть в эту игру, как и мне делать ее. Увидимся в следующий раз во втором эпизоде. Ответы будут там. Ити Рейн. Блин, ну что я могу сказать? Большое спасибо Ити Рейну. Офигенная игра. Я прям проникся. Очень интересно. Видимо, у этого Ити Рейна. Или у этой Ити Рейна. Или это вообще студия Ити Рейн. Я не знаю. Не искал, не пробовал. Но сознание, походу, там точно расширенное. Обычный человек с обычными потребностями жизненными такое точно не придумает. Может быть, человек увлекается чем-нибудь подобным. Потусторонним. Вот, друзья. Благодарю вас за внимание. Мне очень понравилось проходить эту игру. То есть, мы прошли вначале второй эпизод. Потом первый эпизод. Соответственно, нас еще ждет третий эпизод. Может быть, потом Ити Рейн выпустит еще продолжение. Ну, а на этом все. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и вступать в паблик ВКонтакте. Пишите комментарии, друзья. Ставьте лайки. И увидимся с вами в прохождениях других игр, трансляциях и в паблике ВКонтакте. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok